Здравствуйте! Брифинг главы Якутии Айсена Николаева о текущей эпид-обстановке в регионе на 11 часов дня 8 мая. Смотрите прямо сейчас. Айсен Сергеевич, здравствуйте! О текущей эпид-обстановке в республике? Обстановка у нас по-прежнему стабильно напряженная. За последние сутки зарегистрировано 52 новых случая коронавирусной инфекции подтвержденных. Из них 43 по городу Якутску и, к сожалению, практически свыше 30 из них это студенты Северо-Восточного федерального университета. Это тот очаг, о котором мы говорили. Он сейчас весь выявлен. Мы надеемся, что больше серьезного прибавления именно по университету уже не будет. Вместе с тем, это еще раз говорит о том, что необходимо соблюдать режим самоизоляции, в том числе в таких местах, как общежитие. Также есть случаи новые в Нерюнгринском районе 1, в Алданском, в Мегино-Кангаласском и в Хангаласском Улусах. В каждом случае это как раз продолжение тех контактов, которые уже ранее были, в том числе связанных с республиканской автоматической больницей, по которым до сих пор выявляются уже новые контактные и новые зараженные коронавирусные инфекции. По-прежнему у нас, хочу сказать, что продолжаются работы по выявлению людей, связанных с этой больницей. Она будет продолжаться. Поручение дано всем районам. До конца эту работу довести мы тоже надеемся, что в течение ближайших буквально дней эта работа должна быть завершена. Служебная проверка, как я уже говорил, она закончена. Сейчас идет уже о персональной ответственности и руководителей, и конкретно тех руководителей отделений уже внутри больницы, которые принимали те или иные решения. Также хочу сказать, что по Чайнинскому нефтегазокондициатному месторождению все находится под контролем. На сегодняшнее утро уже порядка 1800 вахтовиков здоровых с отрицательными анализами вывезено. Ну и как я уже говорил ранее, те анализы, которые были проведены в конце апреля, в начале мая силами СОГАЗа на Чайнинском месторождении и верифицированное сейчас уже, они показывают, что число людей с положительными анализами в районе 6% от общего количества людей, то есть порядка 600 человек. Причем 90 с лишним процентов из них переносит эту болезнь абсолютно бессимптомно. То есть у них никаких симптомов ухудшения здоровья, ни по одному из показателей нет. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что все там под контролем, никаких оснований для беспокойства о распространении этой болезни дальше нет. Пользуясь случаем, вот в преддверии праздника 9 мая, праздника Великой Победы, хотел бы попросить жителей максимально все-таки соблюдать те режимы ограничений, которые в том или ином муниципальном образовании прописаны. Мы, конечно, понимаем, что День Победы – это великий праздник нашей страны, мы его всегда привыкли отмечать как самый любимый праздник в стране. Вместе с тем, я уверен, что придет время, и мы и парад Победы на Красной площади посмотрим, и в рядах Бессмертного полка пройдем, так по улицам городов и поселков Якутии. А вот завтра надо все-таки максимально быть дома, этот праздник встречать в рамках тех мероприятий, которые по республике предусмотрены в онлайн-формате. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг главы Якутии с информацией о ситуации по COVID-19 в регионе на 11 часов дня 8 мая. Оставайтесь с нами. Спасибо.